Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Коцов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Журнал Ньюзвик представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в этом 2022 уходящем году. Очередную группу нелегальных мигрантов, доставленных из Техаса в Вашингтон, высадили в канун Рождества у резиденции вице-президента США Камалы Харри. Замечательное шоу. Мне кажется, она заслужила царь наш, царь так называемый по иммиграции, которая ничего не делает. Открытый у нас граница на юге. Газета The Guardian составила рейтинг руководителей технологических компаний в 2022 году и выбрала тех, кто разочаровал журналистов больше всего. Губернатор Орегона Кейт Браун подписала распоряжение о прощении неоплаченных штрафов и сборов, связанных с некоторыми нарушениями правил дорожного движения, которые привели к приостановке действия водительских прав. В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет. Житель Колорадо убил свою жену, а затем выстрелил в себя в так называемом зале царства свидетелей Иеговы в пригороде Денвера. Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов. Мошенница Анна Сорокина, также известна она как Анна Делви, которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, заработала на продаже своих рисунков сотни тысяч долларов. Полиция задержала жителя штата Индиана, который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, он убил отца и расчленил его. В Вашингтоне вандалы оставили без света около 14 тысяч человек в Рождество. Минимум 55 человек погибли в результате снежной бури, охватившей США на выходных, и пришедшие из Арктики холодно, нарушившие вместе со снегопадами и сильным ветром авиасообщение в США, все равно не помешал рождественскому перелету Санта-Клауса, так считает воздушно-космическое командование. Нарад. Американская певица Шер сообщила на своей странице в Твиттере, что выходит замуж ее жениху, он два раза младше ее. Ушел из жизни музыкальный продюсер и автор песен Том Белл. Дамы и господа, эти темы мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в этом году. Статья опубликована на сайте издания. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что, как пишет журнал, быстро стало вирусным. Позже, в начале июля, во время посвященного правам женщин выступления глава государства произнес технические инструкции в телесуфлере. Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования, голосует всегда выше, чем процент мужчин, которые делают это. Конец цитаты. Повторите предложение. Сказал он слух. То есть ремарку он прочитал как текст свой. Во время поездки в Саудовскую Аравию в середине июля американский лидер поприветствовал наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулака о кулак, вместо рукопожатия, что посчитали позорным. В конце сентября на пресс-конференции по вопросам питания и здоровья Байден стал искать конгрессвумен Джеки Волорски, забыв о ее гибели в автокатастрофе в августе. А в конце следующего месяца, после речи в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы демократической партии, политик, как пишет журнал, похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену. Кроме того, в октябре Байден оговорился и не в первый раз назвал вице-президента США Камалу Харрис великим президентом. В конце этого месяца он перепутал количество штатов, Соединенных Штатов, заявив, что их 54, а не 50. Последней из указанных ошибок президента Байдена стала оговорка на саммите ОСЕАН, когда он поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где состоялась встреча. Ранее Байден рассказал о планах пройти полный медосмотр. До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала, что президент пройдет ежегодную оценку здоровья, результаты которой представят публично. 20 ноября Байдену исполнилось 80 лет. Очередную группу нелегальных мигрантов, доставленных из Техаса в Вашингтон, высадили в канун Рождества у резиденции вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает телеканал Fox News. По его данным, власти Техаса в субботу в знак протеста направили в Вашингтон три автобуса с нелегальными мигрантами. Пассажиры одного из них были высажены у резиденции Харрис, как в свою очередь отмечает телеканал CNN. Некоторые из прибывших мигрантов были в легкой одежде, а в Вашингтоне в этот день стояла минусовая температура. Им выдали пледы и доставили в одну из вашингтонских церквей, поясняет CNN. Мигранты из других автобусов были направлены в местные приюты. В этом году власти Аризоны, Техаса и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом, власти Аризоны, Техаса и Флориды протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента Джо Байдена. Ну а Камала Харис, она названа царем по теме иммиграции, есть у нас такая как бы должность, вот она именно занимается тем, что у нас результаты ее действия, граница открыта и каждый день к нам, и каждый месяц простите, к нам ходят примерно от 130 до 140 тысяч нелегалов, что они несут с собой, какие у них идеи, какие у них наркотики в карманах и какие болезни в организме, мы до сих пор не знаем. Вот такая у нас администрация нынешняя и, в общем-то, катастрофой то, что происходит на южной границе Соединенных Штатов, они это не называют. Газета The Guardian составила рейтинг руководителей технологических компаний в 2022 году и выбрала тех, кто разочаровал журналистов больше всего. По мнению издания, хуже всего себя показали основательницы компании Theranos Элизабет Холмс и гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. В список также вошли глава МЭТа Марк Цукерберг, основатель Амазон Джефф Безос, который покинул должность главы компании в июле 2021 года, и новый глава Twitter Илон Маск, купивший соцсеть за 44 миллиарда долларов. Цукерберга посчитали неудачным руководителем из-за рекордного падения акций корпорации в феврале этого года, а также из-за решения уволить около 11 тысяч сотрудников в один день. Безоса подвергли критике за массовые сокращения в Амазоне и попытки улучшить свой образ среди людей путем благотворительности. Илона Маска журналисты осудили за множество действий, предпринятых на посту руководителя Twitter. Массовые сокращения, формирование новых правил, требования работать в офисе и установку спальных мест в штаб-квартире. В список также попал бывший гендиректор Twitter Парак Агровал, возглавлявший компанию до Маска. По мнению журналистов, то, что Маску удалось приобрести компанию, является в какой-то степени провалом и Агровала. В том числе потому, что специалист лишился должности в день покупки соцсети. Таранос изначально считались прогрессивным медицинским стартапом, а Элизабет Холмс будущим, как ее называли, Стивом Джобсом. В ходе расследований выяснилось, что она была мошенницей, вводившей в заблуждение собственных сотрудников и многочисленных спонсоров компании. В 2022 году это окончательно подтвердилось и в суде. В ноябре этого года криптобиржа FTX развалилась, а миллионы клиентов со всего мира лишились своих активов. При этом Сэм Бенкман-Фрид продолжал выступать на мероприятиях, уверять, что вернет деньги. Через несколько недель его арестовали на Багамах и экстрадировали в Соединенные Штаты. Главу FTX обвинили в одном из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории. Ранее сообщалось, что неизвестный хакер призвал Илона Маска выкупить у него данные 400 миллионов учетных записей пользователей Twitter, чтобы они не попали в открытый доступ. Губернатор Эрегона Кейт Браун подписала распоряжение о прощении неоплаченных штрафов и сборов, связанных с некоторыми нарушениями правил дорожного движения, которые привели к приостановке действия водительских прав. Офис губернатора заявил, что это снимает бремя, связанное с законом штата, который непропорционально сильно повлиял на малообеспеченных жителей Орегона. В 2020 году губернатор Браун подписала House Bill 42.10, который запрещал приостановку действия прав за неуплату дорожных штрафов, однако он оставил в силе существующие решения за неуплату штрафов. Действия губернатора Браун простили этот долг, мешающий многим людям управлять автомобилем на законных основаниях. Цитирую, невозможность оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения не должна лишать человека возможности законно ездить на работу, в школу, на прием к врачу или в другие места для удовлетворения своих повседневных потребностей, заявила губернатор Браун в пресс-релизе. Мы знаем, что приостановка действия водительских прав за неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения – это плохая государственная политика, она несправедлива, неэффективна и мешает жителям Орегона с низкими доходами двигаться вперед. Мои сегодняшние действия помогут облегчить бремя при остановке действия старых водительских прав, наложенных в соответствии с законодательной схемой, которую законодательный орган с тех пор пересмотрел. Конец цитаты. Распоряжение губернатора Браун касается только тех людей, которые были наказаны за нарушение правил дорожного движения более двух лет назад, до даты вступления в силу закона HB 4210. Постановление не распространяется на дела о проступках или уголовных преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и не прощает деньги причитающиеся жертвам. По данным офиса губернатора, подавляющее большинство штрафов и сборов, прощенных приказом губернатора считаются безнадежными долгами. Данные показывают, что большинство людей, которые могут позволить себе оплатить штрафы за нарушение, делают это сразу же, но в случаях подобных тем, которые включены в распоряжение губернатора, уровень сбора падает примерно до 10% на второй год просрочки и до 4% или ниже в третий год и далее. В Чикаго полицейские раскрыли дело пропавшей женщины, чья судьба оставалась неизвестной в течение 11 лет, сообщает телеканал NBC. Таинственное исчезновение 61-летней Линдзен Франклин оставалось нераскрытым с весны 2011 года, когда ее дочь впервые обратилась в полицию. Как заявил капитан Джейсон Моран из офиса окружного шерифа, раскрыть дело удалось после сопоставления отпечатков пальцев людей, похороненных на городском кладбище для неизвестных и граждан, которые числятся пропавшими без вести. Цитирую, первое, что мы начинаем делать, это получать отчеты, документы и доказательства, связанные с исчезновением человека и его обстоятельствами, отметил Моран. Он оказал, что пропавшая женщина имела психологическое заболевание, что могло быть связано с ее исчезновением. Сопоставление отпечатков пальцев Франклин с имеющейся базой подтвердило, что женщина была похоронена в могиле для неопознанных людей. Оказалось, что пропавшая в 2013 году умерла от сердечного приступа на автобусной остановке в северной части Чикаго. На протяжении прошедших лет дочь Франклин отчаянно, что называется, пыталась найти свою мать. «Я не могу не подчеркнуть, семьи не хотят услышать плохие новости, но они хотят развязки», добавил шериф округа Кук. Том Дарт. Житель Колорадо убил свою жену, а затем выстрелил в себя в зале «Царство свидетелей Еговы», так это называется, в пригороде Денвера, сообщила полиция Торрентона. Сообщение о пожаре в зале поступило около 9 часов утра, после чего другой звонивший сообщил полиции, что мужчина застрелил женщину, а затем себя, сообщили власти. «Мужчина и женщина были бывшими членами общины», сказали в полиции. Их имена не разглашаются. Луис Санчес живет через дорогу и слышал два выстрела, отмечают газеты. Он рассказал Денверпост, что выглянул на улицу и увидел лежащую на земле женщину. Специалисты из офиса шерифа округа Адамс расследуют подозрительные устройства, обнаруженные на месте трагедии. Но, видимо, еще и пожар возник во время всей этой трагедии. Продолжение следует...